Эту тему нужно обсудить. По зуму к нам подключается Ахтота Буранова, официальный представитель комитета административной полиции МВД РК. Ахтота, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как будет определяться средняя скорость? Это какая-то дополнительная функция Сергека? Нет, здесь совсем другое. Закон вступил в силу сегодня и было внесено понятие средней скорости. Что такое средняя скорость? Это высчитывается путем деления пройденного пути на промежуток времени. То есть, например, скажем, давайте я на примере расскажу. Астана-Павлодар, скажем, да, например, трасса Астана-Павлодар, она протяженность этой дороги примерно где-то 385, ну, скажем, где-то, образно говоря, 400 километров. И там уже установлены, есть семь камер, которые высчитывают нарушения в автоматическом режиме. То есть, там могут быть любые камеры. В народе говорят арки, да, всем, чтобы было понятно, будем так говорить. То есть, если ехать со скоростью 140 километров в час, там разрешенная скорость 140, то водитель должен приехать примерно за 2 часа по времени. Теперь, если водитель от Астаны до Павлодара приезжает, получается, не за 3 часа, а за 2 часа, значит, он в каком-то промежутке участка превысил скорость. Соответственно, между этими семи камерами будет высчитываться средняя скорость. То есть, путем деления пройденного пути от первой камеры до второй будет делиться на то же время, которое он проехал между этими камерами. Простыми словами еще говорить, водитель может превысить скорость между первой и второй камерой. Например, там же 7 камер сказали. Если он превышает скорость между первой и второй, а дальше он едет медленно-медленно, в конце пути к нему все равно будут направлены предписания, что он на таком-то участке, на таком-то километаже в такое время, в таком направлении нарушил, превышил, получается, скорость установленную. И таким образом, ну, как раньше, например, водители выходили и ездили, например, надо признать, 180-200 км в час и доезжали до Павлодара, скажем, образно говоря, за 2 часа, за 2,5 часа. И что стало причиной ввести это понятие? Получается, 60% со смертельным исходом дорожно-транспортных происшествий приходится на загородные трассы, на республиканские, на международные трассы. Поэтому, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий и чтобы в потере людей было принято решение ввести вот это понятие. А как вы будете штрафовать, если, к примеру, средняя скорость вышла, ну, если разрешенная, там, 140-145? Шаг ведь 10? Вот смотрите, вот смотрите, получается, Астана-Павлодар, 380 км в час, там установлены 7 камер. Образно говоря, между первой и второй камерой, скажем, расстояние 70 км. То есть он эти 70 км с разрешенной скоростью 140 за сколько должен проехать? Он, если его проезжает раньше, приезжает, у него высчитывается средняя скорость. Здесь надо принять во внимание, средняя скорость между разными камерами будет разная. Я понимаю, я говорю, что если, например, сейчас же у нас штрафуют, если мы привысили по городу свыше 70, то есть от 60 до 70, а вот здесь в среднем... Астана-Павлодар 140, астана-Павлодар разрешенная... А если водитель ехал со скоростью 145? 145, он, получается, допускается. Если разрешенная скорость 140, если у него средняя скорость, когда будет автоматическая система высчитывает, покажет 160, значит, он превысил скорость, получается. А если он, получается, этим между камерами путь, получается, приехал, скажем, например, скажем, не за час, а за полтора часа, то он не нарушал. А если он, получается, приехал пораньше, значит, он нарушил. Понятно. Вот так она будет высчитываться. А кто-то отличается, что система контроля будет действовать на международных и республиканских трассах? Где она уже установлена? Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. На сегодняшний день, по сведениям Комитета автомобильных дорог, количество этих камер автоматических систем пенсации где-то примерно более 60. Но обещают до конца года где-то довести до 100. И таким образом совместно с местными исполнительными органами, это же все по бюджету уже приходится, совместно с местными исполнительными органами при необходимости на загородных, то есть на республиканских, на международных, именно прямолинейных участках дорог будет увеличиваться количество этих камер. Сейчас они где уже работают? Сейчас они в 17 участках платных дорог участвуют. Я сейчас их всех перечислить не смогу. Получается, их много, их достаточно. То есть надо важно понимать республиканские и международные дороги, категории международных и республиканских дорог. И последний вопрос, в городах все без изменений. В городах все без изменений, потому что у нас действует автоматическая система, которая в городах более 25 тысяч. Их достаточно. Хорошо, спасибо большое. Рады были видеть вас снова в нашем эфире. Напомню, у нас по зуму к нам подключалась Ахтута Буранова, официальный представитель комитета административной полиции. Спасибо большое.